Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео я вам расскажу, как слегка повысить FPS КС 2, а также избавиться от лагов и фризов. Подберем оптимизированные настройки графики, подключаем все то, что мешает играть. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы погнали. Да что это такое? Снова пин под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка, называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр. В том числе Fortnite, PUBG, Rust и много других. Пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем то, что нам подходит и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем со вкладки графика. Формат экрана и разрешение все строго индивидуально. Кто-то играет 4х3, а кто-то 16х9 или даже 16х10. А с каким-то уже своим кастомным разрешением. Я оставляю все по дефолту и режим отображения на весь экран. Для того, чтобы выбрать частоту своего монитора. Расширенные настройки изображения я решил поделить на группы. Так будет удобнее и никто из нас не запутается. Качество текстур влияет на разрешение самих текстур и сложность геометрических моделей в игре. При низком качестве моделей и текстур, объекты, которые излучают свет, будут во время движения мерцать. Не все объекты за лампы отвечают другой параметр. Чуть позже покажу. А именно за свечи отвечают модели и текстуры. Переход с низкого качества на среднее не более 1%. На высокое то же самое, скушает 1-2% производительности. Многое зависит от режима игры, количества игроков на карте и, конечно же, самой локации. Если без ботов этот параметр кушает 1%, то уже в мм может достигнуть 2%. И так с каждой настройкой, имейте это ввиду. Для всех остальных, кому не мешает мерцание свечей и не нужны вот эти вот кустики, я рекомендую выбрать низкое качество. Режим фильтрации текстур отвечает за вид текстур в игре. Так нам пишут описания в КС. По моим личным наблюдениям, отвечает за детализацию плитки на полу. Особенно там, где присутствуют различные впадины. Фильтрация билинейной или трилинейной особой погоды не играет. Но вот стоит только выбрать анизотропное 2Х, так все становится на свои места. На производительность в основном не влияет. Но там, где тех впадин много, переход с билинейной фильтрации на 16Х скушает до 5%. Я же рекомендую выбрать анизотропную фильтрацию 2Х. Разница по FPS практически нулевая. И плюс не так сильно бросается в глаза прорисовка плитки. Качество теней отвечает за дальность прорисовки и разрешение теней. Кстати, это единственный параметр в КС 2, которому не дали описание. Переход с низкого на среднее затронет около 2% производительности. На высокое 5 и очень высокое 10. Можно было бы сказать, я рекомендую вам среднее и погнали дальше. Но нет. На некоторых локациях, где используется свет не от солнца, на низком и среднем качестве теней от персонажей не будет, а только если мы включим как минимум высокое. И вы можете убедиться, что на карте Эншент иногда это может сыграть вашу пользу. И в этом случае я не могу дать однозначных рекомендаций. Ставите среднее качество на тех картах, где не используется свет такого типа, а высокое наоборот. Детализация шейдеров влияет на качество освещения и теней. Низкое качество шейдеров будет вызывать эффект мерцания, связанный с источником света от ламп. Переход с низкого качества на высокое скушает порядка 10% производительности. Рекомендую выбрать низкое качество. Глобальное затенение, то есть ССАО, дает более точное затенение в областях, где объекты или поверхности соприкасаются друг с другом. Переход с выкол на среднее качество скушает от 10 до 20% производительности. Все зависит от количества объектов, которым необходимо прорисовывать затенение. Разницы между средним качеством и высоким никакой. Как по производительности, так и по картинке. Я рекомендую выключить, так как это лишняя трата ресурсов. Если вам, конечно, хочется для атмосферы включить затенение, ставьте среднее. Детализация частиц отвечает за искры, гранаты, молотовые и так далее. В CS2 еще и за тени, которые отбрасываются от частиц. Переход с низкого качества на среднее скушает около 10% производительности. На высокое 20% и очень высокое, почти 30%. Я рекомендую низкое качество частиц, так как этот параметр очень непредсказуем. Прилетит один моутов, окей. Два еще можно жить, но если три и более, то фпсу хана. Не забывайте еще и за хаешки, выстрелы и так далее. Расширенный динамический диапазон отвечает за яркость самых светлых и самых темных пикселей. Нам доступны две опции, производительность и качество. Навряд ли кто-то сможет вообще заметить разницу, особенно в такой динамике. Тем не менее, если присмотреться, результат на ваших экранах. А кушает этот диапазон порядка 10% производительности. Тут все на ваше усмотрение, я придерживаюсь производительности. Сглаживание. Это мой приоритетный параметр во всех играх, который устраняет эффекты лесенок. CS2 нам предлагает на выбор аж три варианта. Первый вообще без сглаживания. Второй, CMA 2. Это улучшенная версия CMA, которая обеспечивает лучшее сглаживание и производительность антиалиазинга. В общем, слегка другая реализация вычисления шейдеров Диретикста. А если простыми словами, алло, почему так много кушает FPS? Типа, в CS2 достаточно хорошо сглаженная картинка. Лесена, как в других играх, при отключенном сглаживании практически нет. Единственное, что очень сильно отвлекает мерцание во время движения. CMA 2 этого не исправляет, но кушает порядка 20% производительности. А вот уже третий вариант сглаживания MSAA подходит только для мажориков. Но зато даже на 2Х мы полностью убираем мерцание во время движения. Хотя кушает на 2-3% больше, чем CMA 2. Последующие 4Х, тем более 8Х лучше скипайте, потому что визуальную разницу вы навряд ли нащупаете. Зато нащупайте кое-что другое на вашей пятой точке, когда увидите сколько кушает производительности все это добро. Мои рекомендации следующие. Для 90% игроков рекомендую отключить сглаживание. Многое не потеряете, зато сэкономите драгоценные кадры. Для остальных 10%, к которым отношусь я, выбираем 2Х MSAA, не более. Еще раз повторюсь, все зависит от вашего разрешения. FidelityFX изначально я хотел пропустить. Масштабирование при всем уважении я не люблю. Мне нравится нативное изображение, но чисто случайно я включил максимальное качество и слегка прозрел. Не за того, что он дает производительность, это и так понятно, а то, что вы только гляньте на текстуры. Они стали более четкие, прибавилась резкость. Для тех, кто борется с мылом, я думаю, это идеальный вариант. Я пошел дальше, включил качество и все так же хорошая картинка, но уже с явно заметным приростом по производительности. И как бы я не топил против масштабирования, тем более в CS 2. Но именно в этой игре я могу это порекомендовать. Если у вас мыло, включайте max качество. Если вам не хватает FPS, включайте просто качество. Ниже ставить не рекомендую, там уже заметно, как ухудшается картинка. И последние параметры графики, которые не попали в наши группы. Повышенный контраст игроков улучшает различимость при низком контрасте. На FPS никак не влияет, можете включать. Вертикальная синхронизация не допускает разрыв картинки, но и повышает задержку. Включают только на старых мониторах, на которых нет поддержки AMD FreeSync. Nvidia Reflex уменьшает задержку и повышает отзывчивость. В основном не влияет на производительность, но иногда может скушать до 2%. Не так критично, выбираем включение плюс ускорение. Перед тем, как перейдем к тестам оптимизированных настроек, расскажу за оптимизацию на различных картах. Точнее на тех, на которых я проводил тесты. Карта Anubis. Очень не оптимизированная. В некоторых локациях теряем почти 40% производительности. Карта Inferno. Чуть лучше, чем Anubis. Тоже все не очень хорошо, но уже в среднем 25-30% производительности. Карта Nuke уже неплохо, но ни в коем случае не ставьте плент на точку B, если у вас слабый ПК. Либо наоборот ставьте, если у вас мощный. Это вам все-таки даст кое-какое преимущество. Потому что из-за водички под стеклышком мы теряем около 40% производительности. И победитель по оптимизации становится карта Mirage. Куда бы ты ни посмотрел, куда бы ни залез, всегда держится на максимальной производительности. Каких-то резких скачков FPS не было. Ну и насчет карты Dust2 скажу следующее, иначе вы меня сожрете в комментариях. Тестов я провел на ней не так много, но та инфа, которая имеется, говорит, что все очень даже неплохо. Окей. Давайте дам еще одну бонусную инфу. Shadow Play в CS2 очень сильно кушает FPS. Это впервые. На вашем экране оптимизированные настройки графики. На вкладке звук я лично понижаю общую громкость, потому что слишком громко. Особенно, когда прилетает в жбан. Профиль эквалайзера индивидуально. Я оставляю пока по дефолту, нужно чуть дольше побегать и послушать. Коррекция перспективы. По умолчанию, да. Что она меняет, можете почитать. Чуть тише делаю других игроков и музыку, конечно же, отключаю. И самое главное, обязательно играю в наушниках. Пацаны, пожалуйста, не играйте на колонках. Особенно в ММ. На вкладке игра ставлю пинг на 80. Ограничение пропускной способности без ограничений. Буферизацию отключаю, вместе с анимированными аватарами. Сильно отвлекает во время матча. Все остальное по вашему усмотрению и удобству. Это самое важное. После этого залетаем в дэтмач и там уже тестим и смотрим, что мы с вами настроили. Если необходимо слегка улучшить отклик системы, а иногда и повысить производительность, тогда погнали на рабочий стол, я покажу, что можно сделать еще. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Если что, ребятки, работает все это добро как на Windows 10, так и на Windows 11. Как и любой оптимизатор, начнем со схемы питания. Нажимаем поиск, пишем фанель управления, электропитание, показа допс-схемы и ставим галочку на высокая производительность. Очень хорошо работает на ноутбуках. На портативных компьютерах особой роли не играет. Если же вам необходима максимальная производительность, не знаю для чего, но допустим, открываем наш архивчик. На него будет ссылочка в описании, по желанию. Можете качать, можете не качать. Как вам удобнее. Находится в дискорде и у меня в телеге. Тут есть схема питания. Копируем команду, нажимаем pkm, копировать, закрываем, закрываем. Нажимаем на пуск, повышал администратор, да. Нажимаем Ctrl плюс V. Если не пишется, тогда просто pkm и Enter. Далее закрываем и уже включаем схему питания. Далее нам нужно перейти в папку с игрой. Для этого открываем Steam. Так как мы оказались в Steam, сделаем быстренькую настроечку. Нажимаем Steam, настройки, библиотека. И ставим галочку на упрощенный режим. Слегка разгрузит ваш процк. Далее pkm на CS2. Свойства. Параметры запуска я обычно ничего не вставляю, но можете оставить свои команды. Тут интересно следующее. Если вы не используете Warlay Steam в игре, тогда отключайте его. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Поэтому, возможно, кому-то из сотни это поможет. Далее нажимаем шестеренка, управление и посмотреть локальные файлы. Папка Game, Bin, WinShare 4. И здесь нам необходимо найти приложение, да. CS2. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. То же самое. Оптимизация во весь экран. Говорят, что его уже давным-давно исправили. Но я Microsoft не очень доверяю. Поэтому, на всякий случай, по привычке я оставляю включенным. Точнее, ставлю галочку. Высокий DPI, это у нас для высокого разрешения. То есть, тоже привычка, тоже включаю. Теперь нам необходимо скопировать путь к самому приложению. Нажимаем LKM, pkm, копировать. Закрываем папку. Закрываем Steam. Нажимаем настройки. Пишем. Настройки. Графики. И здесь, если у вас Windows 11, CSK 2 у нас уже будет добавлено. Если у вас десятка, нажимаете обзор. Вставляете наш скопированный путь. И CS2 приложение добавить. Далее нажимаем параметры. И ставим галочку на высокая производительность. То же самое. Работает хорошо на ноутбуках и те, у кого две видеокарты. Далее нажимаем на изменение стандартных параметров графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете галочку включить. Только в том случае, если ваш просыпь мощнее, чем видеокарта. Конечно, можно даже сделать ради эксперимента. И наоборот. Посмотреть, как оно будет работать, как будет себя вести и так далее. Плюс, если вы стримите, тоже отключаете обязательно. Иначе у вас на стриме, вы будете играть все отлично. А зрители будут наблюдать не очень приятную картинку. Будто бы все в масле, там плавает и так далее. Оптимизация для игр в оконном режиме. Оставляем включенным. Нашел кое-что интересное. Ну, как нашел? Уже достаточно давно, наверное. Таймер резолюшн. Ссылочку оставлю в описании. Плюс, я, по-моему, загружал даже себе напрямую в телегу. Что она делает? Улучшает отклик между проциком и всем остальным. Таймерами и так далее. То есть, запускаем прогу. Все, что нам нужно сделать, просто нажать на максимум. И у нас сразу Current Resolution становится 0.5. Как поиграли, вышли, нажимаем на Default. И все. Далее Close. Нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств. Находим системные устройства. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Эта фишечка уже никому не нужна, поэтому спокойно отключаете. Если вы не новичок в биосе, то можете отключить даже там. Далее нам необходимо настроить нашу видеокарту. Нажимаем ПКМ на рабочем столе. Панель управления. Nvidia. Единственное, у нас видеокарта. Nvidia, конечно же. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Глобальные параметры. Сделать оптимизацию, настройку для всех наших игр и приложений. Программные настройки по определенной игре. Делайте, как вам удобнее. А не затропная фильтрация. Если вы в КС 2 ее отключаете, точнее ставите на трилинейную, билинейную, тогда можете отключить здесь. Если нет, тогда оставляем по дефолту управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Ну, в КСе, конечно, все отключают, поэтому можете смело отключать. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения. Ха-ха-ха-ха. Затенение фонового освещения. Выключаем. Метод представления Vulkan OpenGL. Выбираем, используя цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. Если у вас миллиарды памяти на диске C, ставим без ограничений. Если не так много, ставите 10 ГБ. Режим низкой задержки. Ultra. Управление электропитанием. Режим максимальной производительности. И в самом низу находим OpenGL. Приоритет совместимости. Фильтрация текстуры качества. Выбираем высокая производительность. И у нас должны включиться анизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация. Если не включились, тогда сами включаем вручную. И нажимаем применить. Если у нас видеокарта от AMD. Ребятки, точных рекомендаций дать я вам не смогу. Потому что давно уже AMD не пользуюсь. Но тем не менее, в нашем архиве есть папка AMD Radeon. И здесь, когда-то давно я еще подготовил скриншотики. То есть ставим профиль. Киберспорт, либо игры. Качество фильтрации текстур. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки приложения. И максимальный уровень тесселяции отключаем. Нажимаем поиск. Пишем. Параметры. Режима игры. Игровой режим мы оставляем, конечно же, включенным. Геймбар. Обязательно отключаем. И записи, все, что здесь у вас будет указано, все это отключаете и ставите минимальное значение. Либо с помощью файликов реестра, которые находятся у меня в архивчике, можете полностью выпилить Xbox Game Bar. Как это сделал я. Если у вас в Windows 10, переходим на конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. И буквально одним кликом отключаем все фоновые приложения. Для Windows 11 у нас есть другое. Нажимаем поиск, пишем изоляция ядра. И здесь целостность памяти обязательно отключаем. Ну и после всех настроек, сделайте обязательно перезагрузку вашей системы. После всех этих настроек, залетаем в CS2 и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.